Добрый вечер! В эфире Вестник Городской Думы. В студии для вас работает Татьяна Жуленева. В Благовещенской Городской Думе началась работа над бюджетом следующего года. Проект главного финансового документа в профильный комитет в четверг представили специалисты администрации. Согласно положению о бюджетном процессе, специалисты должны были представить депутатам не только проект нового бюджета, но и целый пакет документов. В том случае, если он полный, документы можно принимать в работу, что народные избранники и сделали. И особо отметили, новый бюджет не такой, как всегда. Он не предполагает дефицита, а это значит, город будет жить в следующем году исключительно по средствам. Это тяжело, но плюсы, несомненно, есть. Бездефицитный бюджет влечет не увеличение муниципального долга. Вот этот момент, он самый главный и, скажем так, очень радостный. Чтобы не накапливать муниципальный долг, а следовательно, не накапливать и не увеличивать расходы по обслуживанию муниципального долга, не платить проценты банку, другими словами, мы идем к бездефицитным бюджетам, мы идем к сокращению муниципального долга. По положению, на работу с проектом бюджета депутатам отводится всего 40 дней. К 15 декабря они должны будут вынести окончательное решение – утвердить тот вариант, что представила администрация, или принять собственный вариант бюджета. Депутаты Благовещенской городской думы утвердили новые ставки земельного налога. Они вступят в силу в 2015 году. Льготы же по этому налогу народные избранники сохранили всем категориям льготников, перечень которых был принят ранее. Подробности прямо сейчас. В три раза увеличить земельный налог для собственников индивидуальных домов, автостоянок и гаражей, а также объектов оздоровительного значения. С таким предложением выступили специалисты управления по экономике. Аргументация железная – бюджет нового года будет напряженным. Дополнительные доходы, в данном случае речь идет о 13 миллионах рублей, городу очень нужны. Тем более, что земельный налог – основной источник пополнения бюджета. Получение этих 13 миллионов важно еще и потому, что ровно такую же сумму бюджет теряет и за стопроцентные льготы по оплате земельного налога. Ее имеет очень широкий круг горожан – герои Советского Союза и России, полные кавалеры Ордена Славы, ветераны, инвалиды, пенсионеры, нетрудоспособные члены семей погибших инвалидов войны, участников и ветеранов войны, а также многодетные семьи. Приняв все вышеизложенное к сведению, депутаты приступили к премиям. Большинство сошлись на том, что повышение налоговых ставок – мера необходимая. Повышение это должно быть, поскольку инфляционная составляющая растет и положение не очень простое вообще в стране в целом. Мы это должны все понимать, но в то же время город, наше счет повторяю, должен жить и развиваться. Впрочем, вариант администрации депутаты все же не поддержали и утвердили более низкие коэффициенты. Согласно проекту, который предложил председатель Думы Владимир Кобелев, налог вырастет не в три раза, а максимум в полтора-два. Причем льготы всем вышеперечисленным категориям депутаты сохранили в полном объеме. Я считаю, что администрация и депутаты пошли по правильному пути. Мы не стали забирать льготы, которые есть у людей, и поднятие оно не такое значительное. Муниципалитет получил ряд дополнительных полномочий. Общим решением народные избранники зафиксировали их в уставе города. В новой редакции устава Благовещенск наделили статусом административно-политического центра Амурской области. Это связано с присвоением городу статуса столицы при Амуре. Раньше же он был всего лишь городским округом. Кроме того, Благовещенск получил ряд новых полномочий. К примеру, муниципалитету дали право создавать общественные советы для оценки качества услуг, формирования рейтингов организаций. Народный контроль действовал в Благовещенске и раньше, но официальных полномочий не имел. Кроме того, город теперь может создавать еще и народные дружины, которые будут участвовать в охране общественного порядка. Вопрос мы еще начали рассматривать в составе 5-го СЗВ Городской думы и сегодня этот вопрос идет дальше. Сегодня мы уже также их наделяем определенными полномочиями и в организационных моментах можем им помогать. Но знаю, что по дружинникам активность проявляется, уже есть желающие участвовать в этой работе. Амурские студенческие отряды на этой неделе закрыли летний трудовой сезон. В торжественной обстановке лучшие работники получили заслуженные награды. Трудовое лето 2014 началось в мае, а закончилось в октябре. За это время сотни студентов попробовали свои силы в выбранной профессии. Как отмечают специалисты, такая форма занятости молодежи в России в целом и в частности в Амурской области с каждым годом набирает обороты. В целом тенденция очень динамичная и очень развивающаяся. А самое главное, она реально и реально помогает ребятам реализовываться. Получать зарплату, первый опыт и потом в дальнейшем трудоустраиваться по тем же профессиональным направлениям. Работали студенты как на предприятиях Амурской области, так и в соседних регионах. Везде их помощь была неоценима. Так, будущие ветеринары спасли поголовье оленей в Якутии, предотвратив возможные убытки в размере 12 миллионов рублей. Многие побывали на стройке Века, космодроме Восточный. Особо отличившимся отрядам предоставят право выбирать место работы в следующем году. Наш эфир продолжит рубрика «История Думы». Через пару минут вы узнаете, какие задачи пришлось решать депутатам третьего созыва и почему в 2005 году количество народных избранников увеличилось практически вдвое. Думу третьего созыва выбирали в апреле 2001 года. Из-за низкой активности избирателей в состав законодательного органа вошли только 11 человек, вместо необходимых 15. На команду легла повышенная нагрузка. Одним из важнейших достижений депутатов стало упорядочение работы общественного транспорта. В 2002 году из-за интенсивного развития частного извоза между перевозчиками часто возникали конфликты, а страдали, конечно, пассажиры. Решили проблему утвержденные Думой правила организации транспортного обслуживания населения. А еще благодаря депутатам третьего созыва в Благовещенске появилось первое футбольное поле с современным искусственным покрытием. Тогда на переоборудование стадиона «Спартак» было потрачено 15 миллионов рублей. Дума была небольшая, но все, насколько я помню, всегда были у нас жаркие споры, в том числе и с мэрией. Было такое достаточно тяжелое, можно сказать, время, это были постоянные реорганизации и так далее, и так далее. Это выходы как раз на проект договора с компанией РКС, потому что постоянно были проблемы, в то время сети были все очень изношены, было очень много жалоб от жителей города с точки зрения получения коммунальных услуг. Все это время депутаты постоянно поддерживали связь с горожанами, проводили встречи, отчитывались о проделанной работе, узнавали народные чаяния. Правда, не все выявлены таким образом, проблему удавалось решить оперативно. Причина в том, что один депутат представлял практически 12 тысяч человек. Управиться с такой нагрузкой было сложно, поэтому четвертый созыв расширили, в нем работало уже 28 избранников. Команда подобралась серьезная. Из 28 человек 8 депутатов имели второе высшее образование, двое – степень кандидата наук. Благодаря увеличению численности народных избранников в Думе на постоянной основе сформировалось 4 депутатских комиссии. На всех стадиях от подготовки проектов решений до их исполнения шло тесное взаимодействие с администрацией города. За четыре года работы четвертого созыва доходная часть бюджета увеличилась более чем на 500 миллионов рублей. Благодаря принятым правилам землепользования и застройки Благовещенск попал в федеральную программу «Жилище». И в городе началось строительство микрорайона «Северный». Особое внимание депутаты уделили детской безопасности. Возле всех городских школ были установлены лежачие полицейские. Из 700 принятых за все время работы решений, 89% носили социально значимый характер. На этом у меня все. Увидимся в следующее воскресенье. Удачной вам недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова